Сможете быть какие-то функции, которые не будет совместно организовать? Вот. Вот сейчас есть принципиалов, я не знаю. У всех вас? Ну, у нас, наверное, сейчас хватит. Это не мои. Это чисто из-за данных. Я только отметил там жёлтым команды, которые нам более-менее потребуются. Там, значит, такие функции, ну, просто чтобы можно было на них посмотреть, мы сейчас про них ещё отдельно поговорим. Ну, а начём я иногда с какой-нибудь такой мотивацией. То есть кажется, что численные методы — это такая электроэкономика для очень сложных моделей, а люди — нет. Если даже самая простая модель в макроэкономике, модель потребления, выясняется, что это очень необходимая и полезная вещь. Значит, давайте начнем. Смотри. Модель потребления коммунхозяйства. То есть в таком довольно общем виде это можно делать следующим образом. Что делать коммунхозяйство? Одно максимизирует свою полезность обычно, ожидаемую, да, то есть наград ожидания здесь будет. Дистантированную. Вот такая коммунхозяйство. Делает это она, учитывая бюджетное ограничение. Бюджетное ограничение в чём, кстати, состоит в том, что каждый период коммунхозяйство решает, сколько брать его ограничения, а сколько сберечь на будущий период, какие ресурсы у него имеются. Это то, что он сберёт в прошлый раз, помноженное на ставку процента, то есть R1 плюс R1. И какой-то доход. И доход, в принципе, может быть статистический. То есть можно использовать пример неопределённости. Ну и всё более и более популярный в современных моделях есть ещё какое-нибудь ограничение на заимствование, то есть, скажем, что объём сбережений, это можно сделать, чтобы больше или равен какой-то, скажем, на станции. То есть, например, не может это быть минус 1 миллион долларов. Нельзя занять миллион долларов просто так. Вот. Такая вот простейшая модель. Если так подумать, то, на самом деле, тот чуть ли не единственный случай, когда это всё легко решить аналитически на бумаге, это тогда у нас нет неопределённости. То есть предположим, что последовательность доходов Yt нам дана, то есть для каждого периода нам известен какой доход имейного хозяйства. Не обязательно, чтобы это была константа, но значит, чтобы это было известно. И пускай вот это последнее ограничение, оно никогда не сдерживающее. То есть оно всегда выполняется как строгое, то есть оптимальное наше сбережение всегда больше, чем это A. То есть, умными словами, ограничение на заимствование, оно довольно мягкое, то есть оно не сдерживает. Вот в этом специальном случае это задача довольно легко решить. Таким образом... Значит, проще всего это сделать таким образом. Условия первопорядка. Кто-нибудь исполнит для этой задачи? Не знаю. Оравнение рейлера. Ну, я отмешу его, ладно. Я не очень хочу его выводить, потому что это, в принципе, есть раз от прошлого года. И главное, что это как-то нерансирует почти в любой момент. Да? Ничего есть в отношении к своей оптимальности. Вот. И, кроме того, можно переписать бюджетное ограничение в следующей форме. Да, давайте я ещё для удобства положу, что это равнятие в x. Это не обязательно, но это просто для удобства. Понимаете? Нерансируемое дисконсируемое, минус дисконсируемое, так вот. Все это вместе должно равняться нашему исходному показу. А0. Вот. Вот эти два условия. Их достаточно, чтобы решить задачу, да? То есть, в принципе, если мы предполагаем, что это а равняется единице, это равно единице. И отсюда следует, что ct равняется ct плюс 1. То есть, потребление оно постоянно, да? Горизонтально. Вот просто потребление. И подставляя это условие в бюджетное ограничение сюда, нам можно и повести это c. Вот. То есть, это имеет действительно аналогическое решение в данном случае. Теперь посмотрим другие случаи. Представьте себе, теперь на секундочку, что а по-прежнему не сдерживающий, то есть, занимать можно довольно много, это условие сохраняется, но при этом yt теперь находится статистический процесс. Можно даже сохранить условие в это а равнятии единиц, это не важно. Что у нас в этом случае получается? Вот это условие оптимальности, да? Самое первое. Оно собой представляет такой вид. Придение полезности его, ну там, снова это а, который равняется единице. Нам от ожидания условное, по той информации, которую имеется в период t, то есть придение полезности в следующий период. Второе ограничение сохраняется, ему можно удобно, но на него можно вложить еще обряд армата ожидания. И выясняется уже, что вот такую простейшую, в принципе, сдачу, ее можно решить руками, ну, вообще говоря, не можно. Да, там может быть какие-то специальные функции полезности, которые позволяют это решить, но в целом, в общем-то, это не решается, да? Почему? Потому что вот из-за этого условия, когда здесь стоит оперативное ожидание, уже не следует, уже не следует, что потребление, оно бы результативно во времени. Еще раз. Здесь придение полезности от потребления сегодня равняется 1, ожидаемое придение полезности завтра, но из-за этого не следует, что ct равняется ct плюс 1, да? Мы разным в разном состоянии. То есть задачи не имеют гранатического решения. Единственное исключение, когда это решение имеется, это случай, когда полезность у нас гранатична. Смотри, как так вот. То есть гранатик c, да? Ну, там уже правильно были знания, чтобы это имело какой-то смысл, чтобы это была вовнутая функция, возрастающая по c, но в такой гранатичной форме. Почему этот случай подходит? Потому что из-за этого следует, что предельная полезность, она линейна, да? 1, 2, а, c. Вот. А если мы собственно ставим линейность, линейную штуку, получится здесь просто ct, да? Здесь вот ожидание ct плюс 1, и здесь тоже стоят такие ожидания ct. И когда, то есть и тут линейная, и тут линейная ct, и тогда это можно решить. Вот. Ну, это один единственный случай. Как он называется, этот случай? Это как раз случай в гипотеке монетного дохода. Одновременно, да? Что вот, что если мы предполагаем невероятную полезность, как это сделал по 70-х годах, это действительно выполняется эквивалентность между задачей с неопределенностью и с детерминированным случаем. Ну, это вообще специальный случай, да? И тогда мы вообще-то не хотели делать какую-то плацетку. Поэтому, в общем случае, задача с классическими доходами необходимо решать уже как-то неопределенностью. Ну, и третий случай, это так, неполноты. Это когда у нас есть периоды, в которые ограничения на заимствование сдерживают наше решение, да? То есть, когда это ограничение выполняется как равенство, даже если... То есть, да. В этом случае, в этом случае нам тоже придется решать все неопределенность, скорее всего. Понятные есть какие-то вопросы? Ну, вы поняли. Мой основной подход в том, что даже простейшая модель самая такая основная, где, обратите внимание, это ведь не модель РАПСЭ, да? Я предположил, что ставка-образовка нам постоянно. Нет капитала, нет функционального производства. Даже эту простую, как выдачу, частного равновесия и общую, то меряешь аналитически. Ну, надеюсь, я достаточно промотивировал. У нас теперь можно составлять MATLAB. Давайте так, я не знаю, успеем ли мы себе решать конкретно эту задачу, пока мы начнем просто с простейших каких-то функций, полагая, что никто никогда MATLAB не видел. Включите, пожалуйста, компьютеры. Это, может быть, не банально. Все справились. Там надо нажать Enter, не вводя пароль. И откройте, пожалуйста, MATLAB. Он установлен на всех этих компьютерах. Другое дело, что здесь немножко старая, что ли, версия, полная версия. Там некоторых функций, которые нам потребуются, пока что нет. Но в области над этим работают и обещал, что может быть появится. Ну, я пока начну тогда рассказывать. Ну, вот это и есть MATLAB, да. Вот там, по-моему, на первой страничке, так что должно быть видно. Значит, что есть что здесь? Ну, это наш основной окно, да. Здесь будут появляться какие-то результаты, которые мы захотим. Здесь, в принципе, можно писать команды. Здесь такой основной окно. Вот здесь будет появляться переменная, которую мы видим. То есть мы сказали MATLAB, что он сохранил какие-то переменные, и они будут появляться там. Здесь находится история команд, которые мы ему сказали выполнить. То есть, в принципе, вы можете проработать за много-за много дней. Посмотрите, если у вас не сохранился, скажем, файл. Но основные два окна, это будет вот это вот и потом. У вас такое, да? Такое же окно открывается, MATLAB. Я не знаю, там, не всегда. Хорошо. Ну, давайте начнем. Значит, да. В чем идея основная MATLAB? Основная идея состоит в том, что мы говорим программе пошагово, какие операции выполнять, и она и читает, да? То есть не надо думать, что MATLAB может решить модель аналитический. Мы ему сказали, вот решили модель вот в таком виде, там, задали функцию полезности, и он ее решает. Нет. Нам нужно указать ему числе и значение всех параметров, и тогда он будет там перемножать, складывать, искать, собственно, вектора и так далее, за то, что понадобится. Вот. Поэтому, собственно, основная наша задача, это в том, чтобы превратить модель в список таких команд. Ну, давайте начнем с чего-нибудь. Скажем, x равняется 5, да? Я написал. Нажимаю Enter. Что получается? Ну, во-первых, в этом окне он пишет, повторяет то, что я ему сказал, то есть x равняется 5. И что более важно, вот в том окне появляется значение x, да? То есть он сохранил значение этих переменных. Но это просто. Сразу замечу, что можно было потому что написать, но только в конце добавить точку с запятой, и тогда бы он не писал бы нам об окне это, а просто сразу бы сохранило это вот, что он называет workspace, да? Справа там. Вот. Большинство команд, которые мы в дальнейшем будем использовать, мы будем писать точку с запятой, чтобы лишний раз он все это написал, потому что это замедляет ход программы. Как забить MATLAB вектор? Потому что ночь что-то просто, как вектор. Если мы хотим вертикальный вектор, то, скажем, 1, 2, 3, да? То мы используем точку с запятой внутри квадратных скобок. Вот. Вот таким образом он сохранил такой вектор, да? То есть можно нажать на x, кликнуть на x, и он покажет, что вот так выглядит эта матрица. В первом столбце 1, 3, 1, 2, 3. Если нам нужен горизонтальный вектор, то это просто 1, 2, 3 без всяких точек с запятой, вот таким образом. Ну, понятное дело, что так-то мы далеко не уйдем, что невозможно все эти матрицы, которые у вас будут большие, писать в таком виде, поэтому есть метры и шорткарты, сокращенные, которые уже есть напрямоклады. Например, это единичная матрица, аль, да? Дальше мы пишем, да, нам подсказы, как с ней работать, покажем от 5, значит, что будет матрица 5 на 5, где на главной диагонали стоит единица, а на остальные элементы к нулю. Какая удобная матрица. Аналогично есть матрица или гектор, если хотите, которая из одних единиц состоит. Называется once. Скажем, мы хотим матрицу 3 на 2, да? 3, это значит, сколько у нее строк, 2, это значит, сколько у нее столбцов. И получается вот такая матрица, состоящая только из единиц. И наконец, третье, что тоже очень полезно, это матрица, состоящая из нулей. 0s. 4 на 3. Давайте подумаем теперь, что-то такое написать. Элементарные команды для качества тренировки. Давайте подумаем, как нам написать вот такую матрицу. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, вот такую. Просто. Ну, значит, простейший способ это сделать, сделать это как? Значит, написать, что матрица A, что A равняется дальше квадратной скобке, да? Можно написать 0, 1, 0, дальше точку запятую 0, 0, 1, можно вот так это сделать. Такой простейший способ. Если матрица была бы больше, это было бы уже накладнее, да? Какой-то другой вариант есть. Можно вначале определить матрицу некую B, которая вот здесь, да? Ставит такая единичная матрица, а дальше дописать вот эти вот нули. Давайте это сделаем. Понятно, что в жизни, ну, это не часто приходится, но дальше тренировка. Что нам потребуется. Матрица B, это у нас единичная, матрица 2 на 2. Дальше. Дальше мы напишем матрица A, это у нас нули. И теперь нам в этой матрице A нужно вставить B. Как это сделать? Проще сделать следующий момент. Нужно сказать матрице A, что ее элементы в том квадрате, да, они другие. Как это сделать? Мы пишем, что мы берем строки с первой по вторую, столбцы со второго по третьей, значит, двоеточие означает до. То есть, если там было бы с первого по третьего, то появился один двоеточие три, и получилось бы один два три. И эта часть равняется B. Понятно? Так, ну вот мы что-то сделаем. Давайте посмотрим. Нужно матрицу A перед ним. Ну вот и получили то, что хотели. Есть еще другие, конечно, способы, как можно получить эту матрицу. Хорошо. Если вопросов пока нет, идем дальше. Так, теперь про операции между матрицами. Ну, значит, у нас есть матрица A, давайте пускай еще раз матрица C какая-нибудь из единиц. Три натрия. Теперь у нас есть две матрицы. Три натрия — это матрица A и матрица C. Ну и матлаб в этом смысле очень интуитивен. То есть, мы хотим, скажем, найти сумму двух матриц. Вот так и пишем, что матрица D — это сумма матрица A и матрица C. И он нам дает сумму этих двух матриц. Тут ничего интересного на этом нет. С минусом тоже самое. A минус C. Тоже просто. Интересность умножения. Значит, есть просто умножение матриц, да? То есть, A умножить на C. Это, действительно, то умножение матрицы, которое мы все проходили в проявлении А. Но, на самом деле, даже более полезной операцией в предпринимательном ходе является поэлементное умножение. То есть, я хочу каждый элемент матрицы A умножить на соответствующий ей элемент матрицы C. То есть, если у меня матрица A, матрица C умножить на эти единицы. Я хочу, чтобы вот эта единица перемножилась вот с этим нулем, да? Вот с этой единицей. Вот с этим элементом и так далее. Такое поэлементное умножение. То это делается с помощью знака точки. A точка умножить на C. И мы получаем слово матрицу A, да? Потому что у нас матрица C, она и вся из единицы. Какие еще могут быть операции? Например, можно элемент матрицы A возвести 10 в степень. Опять-таки, если мы хотим, чтобы это было сделано поэлементу, не саму матрицу возведен в квадрат, а каждый элемент внутри матрицы был возведен в квадрат, в степень, то мы пишем это вот таким образом. Наконец, есть некоторые операции, которые делаются по определению, делаются поэлементу. Например, это логарифм. Вот матрица A, наверное, не столько, а матрица C. Если мы пишем логарифм C, то MATLAB понимает, что это каждый элемент матрицы C, да, каждый элемент матрицы C, нужно взять логарифм. И наоборот, если мы, скажем, возводим экспоненту в степень матрицы C, это значит, что вместо каждого элемента матрицы C мы берем E в степени определения. Что нам еще потребуется? Очень полезная операция. Значит, какой-нибудь скажет директор A малая. Да, я забыл сказать, что MATLAB, он различает маленькие буквы и большие, что A малая и A большой — это разные вещи для него, поэтому можно написать. Часто удобно задать, нам потребуются такие вектора, скажем, от единицы до 10. Чтобы там был еще один, два, три и так далее, да, такой вектор. Как это удобно сделать, чтобы написать все эти элементы? Можно их написать следующим образом. То есть начальный первый элемент в векторе — это единица, последний — десятка, и нам нужны все элементы между этими числами с шагом в единицу. Вот. Написали — получили. Вот такой вектор. Если бы мы хотели, чтобы этот вектор был вертикальным, то же самое. И поставить А, то есть транспланирование, знак транспланирования. И получит вертикальный вектор. Еще одна полезная, еще несколько полезных команд. Представим себе на секунду, что матрица, которую мы хотим получить, выглядит следующим образом. Предположим, мы хотим такую матрицу, где вот этот элемент, то есть четыре этих элемента повторяются много раз. В принципе понятно, что это можно сделать разными способами. Но вот в MATLAB есть такая встроенная команда для этого. Давайте сначала наблюем этот элемент. Матрица S. Один, два, три, четыре. Матрица S. А теперь надо ее просто размножить. Это делать легко, потому что мы берем эту матрицу SS. Команда называется ref-mat, которая очень часто используется в экономическом приложении. Берется матрица S. Дальше мы говорим, сколько раз мы хотим ее повторить по горизонтали, сколько раз мы хотим ее повторить по вертикали. В данном случае мы хотим ее три раза повторить друг по другу и один раз всего по вертикали. Более умный и более универсальный способ, который можно было бы сделать, это, конечно, с помощью произведения Таранекера. Нам потребуется произведение. Что нам нужно? Нам нужно взять вектор из трех единиц. Мы его можем прямо внутри написать. И потом матрицу S. Правильно? Да. То есть, способ произведения Таранекера, для получения такой же матрицы. Это тоже нам пригодится. Еще одна полезная команда называется reshape. Она посмотрит, что она позволяет делать. У нас уже есть такая матрица. А мы хотим... Что мы хотим? Мы хотим, чтобы первый совмест был вот этот. Это будет вторым столбцом. Это третьим столбцом. Это четвертым и так далее. Нет, это сложно. Это много команд потребуется. Это сложно. А что мы можем сделать команду reshape? Мы можем, скажем, взять как первый столбец вот эти элементы, вот этот как второй столбец и так далее. Давайте сделаем. Значит, матрица какая-нибудь R. Мы говорим reshape. Говорим взять матрицу ss. И мы пишем, каких размеров мы хотим матрицу. Ну, в данном случае я хочу матрицу 3 на... сколько там получается? На 4, да? Вот. То есть, что сделала эта команда? Она берет... Она идет по вертикали, берет эти элементы и перестраивает в новую матрицу. Альтернативный способ записать то же самое. Мы могли не указывать за вторую размерность, то есть, скажем, 12 точек было легко, но, может быть, мы понимаем, что мы находим матрицу 3, но на сколько нам тяжело посчитать, да? Там может быть очень большое число. Тогда вместо того, чтобы писать на сколько, мы можем просто в квадратные скобки, и программа сама посчитает, на сколько эта матрица будет. Ну и еще несколько команд. Как брать обратную матрицу в MATLAB? Положим, мы хотим взять обратную матрицу, вот такой корень. Есть какая-нибудь хорошая матрица? Ну, скажем, матрица S с хорошим равным. Мы хотим найти обратную к ней. Это можно сделать двумя способами. В матрице Z. Простейший способ это inverse, да? То есть, inverse сокращенно, обратно к матрице S. Вот, и он нашел. Но, вообще MATLAB все время ругается, когда ты используешь команду в ходе, и он говорит, что она неэффективна, длинна, и поэтому он это делать иначе. Он предлагает брать матрицу S, вот писать такую черточку, дальше писать единичную матрицу, вот писать это таким образом, то есть, как будто единичная матрица делится на эту матрицу S. Ну, ответ тоже самое, но быстрее эффективнее. Хорошо, я еще потом вернусь к командам, давайте теперь я покажу, как выглядит окно для написания кода, где мы будем постоянно работать. То есть, вот то, что мы писали здесь, это не очень удобно, чем-то неудобно тем, что, ну вот я один раз попросил так это сделать, да? Но у нас же будет последовательность большого количества команд для MATLAB, когда мы будем писать экономическую модель. и мы хотим его повторять. То есть, я скажу, мне потребуется много, чтобы создать эту операцию. В этом окне это сделать очень неудобно, поэтому существует окно для кода, newscript, да? Где можно писать все эти команды, и они сохраняются, именно сами команды. То есть, например, S равняется теничная матрица, матрица B это какая-нибудь операция. На следующем шаге нам нужно сохранить этот код куда-нибудь, но вы сохраняете куда-нибудь к себе, какой-нибудь выберите, как сидеться по нему. Вот, после того, как мы это написали, сохранили, можно нажать кнопку Run, и он выполнит указанные здесь задачи. Давайте посмотрим несколько команд, которые удобны именно при написании скрипта, то есть, при написании кода. Прежде всего, хорошо бы он начинает со слов clear, которые очищают всю память нашей текущей матламы, так, чтобы все считалось как бы заново, да? Я прогоню. Сейчас он подумает. Такие здесь еще есть полезные функции. Есть команда очень полезная, это TikTok. Тип пишется, скажем, в начале программы, а ток где-нибудь в конце, и тогда он измеряет сколько времени у него ушло на выполнение всего кода. На выполнение данной программы, данного кода у него ушло сколько секунд. Какие еще у нас есть? Да, наверное, самая полезная команда это команда doc. Давайте я ее здесь напишу. Команда doc, она позволяет, ну, это фактически help, не только в удобном таком формате. Ну, например, вы забыли, что значит ZIROS, да? Что это команда. Мы пишем doc ZIROS, и открывается help. Здесь, ну, во-первых, написано, что эта команда делает, в самом начале написано, что она создает область, то есть вектор или матрица, состоящая из нулей. Дальше у нас показано, как ее можно писать, да? Разные дополнительные функции. Мы могли, например, ZIROS n, когда бы это была квадратная матрица, и мы могли указать размерности по отдельности. Значит, это описание. И вот здесь тоже, что очень полезно, всегда есть примеры. То есть можно посмотреть. Вот наша задача. Мы могли сделать матрицу 4x4, состоящую из нулей. Написали в такую команду, вот что там вообще есть. Тут же есть какие-то нюансы, про комплексные числа, в этом случае быть. И внизу обычно написано, как этот алгоритм работает. Команды по рассадению этого нет, но обычно есть. И в самом самом деле, это сказано. Другие команды, которые связаны с данными, то есть сейчас мы здесь не используемся, можно тоже здесь найти какие-то полезные вещи. Хорошо. Сейчас мы разобрались. Что еще умеет MATLAB? Давайте напишем. Я забыл поставить скобку видно в этой команде. Вот здесь мне не хватает скобку. Зачем я это сделал? Затем, что продемонстрирую, что MATLAB, он вообще довольно умная программа, она старается нам всячески помочь. Вот мы видим, что справа в верхнем углу там взгляд красный квадратик. Красный квадратик, потому что у нас что-то неправильно в кубе. Если навести стрелку мыши на вот эту красную черточку, он напишет, в чем конкретно проблема. Он напишет, что у нас проблема явно со скобками в 8-й строке. Это, конечно, помогает. Когда он становится зеленым, соответственно, у нас все в порядке. Поэтому иногда он, конечно, дает такие советы не очень, то есть они полезные, они ускоряют работу программы, но они не первоочередные. Но когда программу уже написали, закончили, всегда полезно проверить, насколько немного ошибок, насколько можно ее ускорить с помощью таких советов. так, ну и, наверное, основе из последних. Вот, предположим, мы написали, что S равняется единичной матрицей. Что это за S? в экономике. В экономическом, когда мы написали экономический код, это у нас будет конкретная какая-то, я знаю, там, это, скажем, сбережение домохозяйства, да? Нам захочется как-то себе это поменять, чтобы потом, когда мы вернемся к этому коду, мы понимали, что здесь вообще было. поэтому необходимо уметь писать комментарии в коде. Значит, использование знаков процентов, оно позволяет написать комментарии. То есть все, что написано после знака процента, это кодом не читается, не считается, я могу писать все, что мы хотим. Ну, например, то, что это, не знаю, так, перейдем на русский, функция сбережения, да? Например. Вот. То есть не важно на каком языке, не важно что, он это не считает, а вот мы с вами это видим, и нам это удобно. Необязательно, кстати, это после команды, после команды это просто удобно делать, да? Но мы, кстати, смогли вот здесь, как с вами написать, в самом начале. Параметры модели. Ну, будем это делать. Так, еще что здесь полезного есть, я показал, что можно прогонять код с помощью команды run, ну, еще run and time, она тоже полезная, можно на нее нажать, и тогда он нам скажет, сколько времени ушло на каждую из команд внутри этого кода. Открылась, нажимаем на SS, здесь строки с основными командами, правильно? и он пишет, сколько, вот, каждая операция, сколько на нее ушло секунды. Ну, в данном случае, очень мало, поэтому, практически 0, но когда у нас будут более сложные коды, то это будет существенно. таким образом, можно понять, на что основное уходит время, и за счет чего можно повысить эффективность коды, что надо переписать. Хорошо. Ну, ладно, мне кажется, так более-менее начало. Все? Дальше. Останется только еще эти самые глупые циклы. Что такое цикл? Цикл – это когда мы говорим, компьютер повторится какую-то операцию много-много раз. Ну, вот, например, мы сделаем совсем глупую вещь, конечно, когда на практике это не делается, но предположим, что мы не знаем команды i, а мы хотим получить единичную матрицу. Так, тут у нас есть единичная матрица. Предположим, что нет специальной команды, которая бы нам ее не сдавала, и мы хотим, чтобы это была большая матрица, n на n, где, ну, скажем, равняется 50. Как это можно сделать? Ну, во-первых, можно определить для начала матрицу нулевую, а потом поставить единицу, да? Как это выглядит? Исходная наша матрица – это нули. Да, давайте сразу определим n. n – это у нас 50. Значит, мы хотим матрицу n на n, состоящую из наней, а дальше мы хотим расставить единицу на главной диагонали. Ну, это, значит, крайне неэффективный способ это сделать, но полезный, чтобы понять, это написать цикл. Значит, мы говорим, возьмем i, и пускай это i меняется от единицы до n. То есть это будет 1, 2, 3 и так далее до 50. Что мы хотим для каждого из этих значений i сделать? Значит, мы хотим взять элемент i на главной диагонали матрицы a, а, и сделать его равным единице. Это все помогает, значит, мы завершаем цикл, пишем в конце n. Понятен принцип? Если у вас есть какие-то вопросы, то не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте. С одной стороны, все очень элементарно, с другой стороны, много информации из-за этих расчетов. Те, кто мне раньше не помогло. Вот. Значит, нажимаем run, смотрим на итог. Значит, где мы будем? Ну, что смотрим на матрицу a, нажимаем на нее. Ну, и действительно, на главной диагоналии стоят единицы, все остальные элементы равны 0. Вот. Что еще можно сделать с помощью цикла более сложного? Ну, например, мы могли прочитать сумму арифмической прогрессии, да? Слово напишем. От единицы до n сейчас возьмем сумму x равняется x плюс... Какую мы прогрессию зададим? Игорь Ильич, дайте мне прогрессию. Какую-нибудь плюс... Сумму квадратов. Сумму квадратов. Вот так. Значит, каждый элемент у нас будет x... Ну, сумму, значит. Берем x, который у нас был до этого, прибавляем новый квадрат. Вот так. Что нам нужно сделать? Ну, опять-таки, нужно завершить цикл n написать. Во-вторых, надо определить начало цикла, да? Чтобы вначале у нас был 0. Вот. Дальше тут уже... Понятно, что правильно ли x в нуле, но по умолчанию он будет нулем. Кто? i. i, да? Нет, x. Вот вы написали x равно 0. Да. Он не будет, он будет ругаться. Ну, давайте проверим. Я помню, он обычно говорит, что... Да, вот давайте посмотрим. Видите, он пишет неопределенная функция или переменная x. Так что, да, это необходимо. А сколько вложено в циклы? Что? Сколько вложено в циклы? Много. Ну, я не знаю предела, но там 3 точно, 4 можно. Сложно. Ну, то есть, как? Я, опять-таки, никаких кодов сложных, наверное, не было. Но я знаю, что мой друг, у него было 5 циклов очень сложных циклов. Не то, что там геометическая и логическая прогрессия, а действительно сложных. И он уже считает все нормально. Вот. Теперь он что-то читал. Все хорошо. Посмотрим на x. Ну, вот, какое-то число получилось. Можно перепроверить с помощью формулы. Понятно, да? Что еще можно... На самом деле, мне кажется, что намного более редко это используется, но, тем не менее, полезно знать, что есть еще команда, тоже цикл, которая называется while, да, то есть до тех пор, пока. То есть, можно было как-то переписать ту же самую прогрессию. Ну, x снова приравняем к нулю. Да, я делаю пробелы перед и после знака равенства. Это не обязательно. Ну, это так, для красоты как-то это так, по-моему, принято, поэтому я это делаю, но это не важно. Что мы скажем ему? Мы скажем ему, что пускай он это считает, пока элемент i не станет, пока он меньше, чем 51. Да, мы хотим до 50. Первый элемент, тут у нас будет равен единице. Что мы дальше пишем? Мы пишем, что x это равняется x плюс i в квадрате. Теперь нужно добавить еще одну строчку, а именно, чтобы i все время возрастало. То есть, что вначале он прочитает так, что Хорошо, значит, берем i равна единице. Проверяем. i меньше чем 51? Да, оно меньше чем 51. Идем дальше. Значит, берем x, он равен нулю плюс единице в квадрате единице. Новая i это теперь единица плюс 1, то есть это теперь двойка. Снова проверяем. Двойка меньше чем 51? Да, меньше. Продолжаем. Так, пока не дойдет до 50, здесь стоит i равна 51. То есть, через один меньше чем через один. Нет, не меньше. Значит, конец. Закончили. Прогнали. Ну вот и мы видим, что x то же самое, значит, правильно почитание. Ну или по крайней мере, в лобово арендах одинаково ошиблись. Можно, кстати, посмотреть, сколько времени у него уходит. Теперь немножко больше на цифру времени раскроем. Это я прогнал run and time. Вот. И он показывает, что практически все время у него в данном случае ушло на подсчет того, сколько времени эта операция заняла. То есть сами циклы совсем мало времени занимают. Хорошо. Так. Что еще есть? Кроме циклов, есть еще условия. Условия — это id. Давайте посчитаем. Посчитать? Ну хорошо. Значит, есть команда id. Она говорит, что она будет сейчас следующей операции только при заданном устройстве. Ну, например, если x больше чем 40 тысяч, тогда мы определим, что y равен единице. Если же x меньше или равен чем 40 тысяч, то y будет равен нулю. Вот так вот пишется. То есть еще раз, если x больше 40 тысяч, то y равен единице. В противном случае y равен нулю. Полицаем 7 секундочку, что мы бы хотели немножко более сложную вещь. Мы бы хотели бы еще раз ограничить в случае равенства и меньше. Тогда это можно сделать следующим образом. Вместо else мы добавим else if. То есть в противном случае, если x равен 40 тысячам, тогда y равен нулю. А вот уже во всех остальных случаях, то есть если и неравенство и не больше, тогда это пускай будет минус 1. Вот так сделать. Тут я сделал одну ошибку и могла бы мне подсказывать. Вы можете посмотреть здесь. Он ругается, что мы используем знак равенства в условии if. Значит, когда мы используем if, вместо обычного равенства используется двойное равенство. Обычное равенство, оно не просто. Оно определяет x. А вот такое двойное равенство, оно говорит, что это какое-то условие будет. То есть не надо менять значение x. Надо лишь проверить, выполняется ли это творчество. Ну и мы можем с вами прогнать наш код. Посмотреть. Поскольку у нас вот 40 тысячам, x равен численно ожидания, будет равен, что их равно 1. И действительно, мы перекажем 1. Есть ли у нас более сложные условия? Какое тоже встречается? Если у нас не просто x больше 40 тысяч, а еще когда-нибудь, не знаю, там… Но при этом x меньше, чем 60 тысяч. Тогда мы хотим наложить два ограничения. Тогда мы пишем, если x больше 40 тысяч, и… Это пишется двойное, двойной n, да, такой. И x меньше, чем 60 тысяч. Что если у нас условие не такое, что x больше 40 тысяч, и меньше, чем 60 тысяч. А x или больше 40 тысяч, или, скажем, меньше нуля. Как это написать? Вместо i, как написать или? Это две вертикальные палочки. x либо больше 40 тысяч, либо, скажем, меньше нуля. Вот так вот пишется. Понятно, да? Хорошо. Так, ну еще несколько команд. Потерпите, и мы перейдем к экономическому составляющему. Ну, во-первых, я не сказал об этом, что MATLAB, он настолько умный, что он знает, что такое бесконечность. То есть можно определить, что z равняется бесконечности или минус бесконечности, и он это понимает, он это сохраняет, и нам это пригодится. То есть когда у нас будет полезность потребления отрицательного числа, скажем, то мы сможем сказать, что это полезность равна минус бесконечности. Что полезно, чтобы агент никогда не гребил такой уровень потребления. Кроме того, есть такая полезная вещь, как максимум и минимум. Ну давайте посмотрим, какие у нас были матрицы. Сейчас матрица S. А inf это именно минус бесконечности? Если можно писать минус inf, тогда будет минус бесконечности. Вот стало минус бесконечности. Так, у нас нормальных матриц не осталось. Ладно, сейчас напишем заново матрицу A. Три, два, три, три, шесть, скажем. Вот. Значит, что нам с вами предстоит? Нам с вами предстоит оптимизировать функции рано или ибо. То есть будет ли это равнение Bellman или просто какая-то оптимизация, нам нужно будет выбирать максимум. Можно максимизировать функцию, я об этом и поговорил. Но другой альтернативный подход, это выбирать максимальный элемент матрицы или еп. Вот давайте найдем максимальный элемент в каждой строке матрицы A. Назовем это у большим. Пишется это следующим образом. Пишем максимум. Максимум от матрицы A. Дальше мы должны указать размерность. То есть по строкам или по столбцам мы еще максимальный элемент. Делать это таким образом, пишутся квадратные скобки, запятая. И дальше, скажем, мы ходим по строкам. Что он написал? Он написал, что 4, 5, 6. То есть по столбцам. Вы видите, что это ответ 4, 5, 6. То есть для матрицы A для каждого столбца он нашел максимальный элемент. В первом столбце это 4, в втором 5, в третьем это 6. Если мы хотели бы это сделать наоборот отдельно для каждой строки, то нужно было бы написать здесь двойку. Теперь ее равняется 3, 6. Вопрос, почему здесь нужны квадратные скобки? У нас есть идея? Чтобы он выбирал вертикаль? Что он все, вертикаль не совсем. Что будет, если я не напишу, если я вот так напишу? Почему это его будет смущать? Потому что он будет думать, что мы предлагаем выбрать максимум между элементами матрицы A и двойкой. То есть двойка это как бы другой элемент. Вместо матрицы A я пишу единицу. То есть теперь кажется, что он выбирает наибольшее число из единицы двойки. Поэтому, чтобы он правильно понимал, что мы говорим именно про размерности, а не про сравнение с двойкой, то нужно входить в квадратный скоб. А существует аналогичная функция минимума. Потому что максимум есть минимум. Что он еще умеет делать полезного, и это тоже нам пригодится. Предположим, мы хотим не только максимальный элемент узнать, но мы хотим еще узнать его номер порядковый. Вот в этой строке в данном случае. Сейчас в строке. В строке. Скажем, большой буквы I. В тысячло квадратные скобки. Y, скажем, I. Run. И что он нам выдает? Давайте посмотрим. Ну, Y не изменился. То есть для каждой строки он выбрал минимальный элемент. А вот I нам говорит, что этот минимальный элемент находится в первом столбце в первой строке и в первом столбце второй строки. Понятно, да? Вот. То есть сам максимальный элемент и какой у него порядковый номер в этой строке. Что еще интересно? Ну, про неравенство я не сказал. В смысле у нас тут помните, когда мы говорим про if. Мы говорили про строгую неравенство. Если мы хотим не строгую неравенство, то пишем таким образом. Больше равно. Прямо как произносится. Таким же способом. Вот. И еще одна очень полезная тоже команда. Представляем себе, что у нас есть матрица вот эта вот. А. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы хотим найти конкретные элементы в них. Предположим, какие элементы найти, которые больше заданного значения. Ну, давайте дальше сделаем. Лучше, конечно, делать с векторами. Так проще. Давайте определим в вектор w. Пускай это будет вектор 1, 3, 2, 5. Только по разнообразному. И мы хотим найти порядковые номера элементов, которые больше двух. А команда, которую нам необходимо использовать, называется find. Значит, мы говорим найти w, элементы w, которые больше, чем 2. Прогоним этот код. Посмотрим, что получилось. Откроем q. Он пишет 2, 4, 5. И действительно, элементы с номерами 2, 4, 5. Это те самые элементы, которые больше двух. То есть он нам их нашел, показал непорядковые номера. Можно писать, я написал здесь знак больше, могло быть равно, да, какое-нибудь значение. Меньше, то есть можно разными связать поражениями. Вот. Ну, да. С простыми командами все. Это элементарные одношаговые команды. Если что, они у вас есть там в раздатном указанном. А теперь про чуть более сложные, которые нам тоже пригодятся. Значит, нам потребуется 3 дополнительные вещи. Я думаю, наверное, не успел. А как придется элемент с маркетинской карты? Да, это было в самом начале. Сейчас посмотрим. Значит, сейчас попробуем. Значит, в W мы хотим третий элемент, да? Значит, строка первая. Потому что у нас второй, третий элемент. Ну, скажем, мы хотим его сделать нулем, да, предположим. Или, наоборот, мы хотим, скажем так, предположим, у нас а малое, это будет равняться вот этому назначению. Рад. Смотрим на а малое. Вот это другое. Да, и давайте я расскажу, что это тоже не понятно. Если мы хотели бы не один элемент, а, скажем, третий, четвертый, пятый элементы все вместе, мы поставили бы двоеточие, да, и написали бы 3, двоеточие 5, и тогда он возьмет все вот эти все три элемента. 3, 4, 5. 2, 4, 5. Так, хорошо. Значит, три вещи, которые нам потребуются, это, во-первых, максимизировать функции, или минимизировать, да, что значит я знаю тоже, нам потребуется интерполировать функции, и нам потребуется решать уравнения. В принципе, ну, интуитивно кажется, что это действительно достаточно. Значит, первое — это интерполяции, и они потребуются намного чаще, чем, может показаться сперва, интерполяции. Слава богу, ну, это не случайно, я постарался, так что нам в течение этих 5 дней потребуются только одномерные интерполяции, но там есть, кстати, многомерные, которые мы можем потом по аналогии посмотреть и освоить. Значит, как это пишется? Есть функция, которая называется интерпан, и ей нужно будет задать три вектора, ну, матрица, может быть, элементы, ну, три элемента. Как она работает? Предполагается, что есть некие две переменные, назовем их x и y. Для x известны какие-то значения, скажем, один, два, три, четыре с половиной, может быть, да, какие-то такие элементы. И для этих значений x известно значение y. Скажем, тут единица, скажем, два, скажем, полтора, два, тут вообще, скажем, ноль. То есть нам известно значение функции в каких-то заданных четырех точках. И чего мы хотим? Предполагая, что это какая-то такая важная для нас функция, мы хотим найти значение ее, ну, скажем, двух с половиной. То есть два с половиной. И значение этой функции в этой точке – это то, что мы ищем. Как это делается? Делается это следующим образом. Значит, берется y вот этих значений, x вот этих значений, пишется сюда. Значит, да, это значение функции в соответствующих вот этих точках. А сюда, в последнее окошко, подставляется та точка, которая нас интересует. Ну, вот в данном случае это два с половиной. И он интерполирует эту функцию. Конечно, интерполяция может быть разной, да? То есть, в принципе, я написал три самых необходимых элемента. Дальше можно указывать конкретный метод. Пишется в кавычках, в таких вот. Например, тот, который мы будем использовать больше всего – это линейная интерполяция. Линия. Вот сюда вместо многоточек пишется линия. Ну, несложно догадаться, что он будет делать, да? Там он берет две соседние точки к этому 2,5. То есть, он у них пишет точку меньше 2,5, точку больше 2,5. Соединяет их фактически такой прямой линией. И дальше находит значение функции. Есть более сложная, значит, это простейшая линия. Есть там, по-моему, кубическая, кубик. Есть, конечно, сплайн. Сплайн – это новомодная вещь, я так понимаю, вычислитель экономики. Но суть в том, что это все какие-то поленомы, по сути. Какие-то сложные вещи, где используются не две точки, а больше. Например, он какой-то проводит, не знаю, бараболу, может быть. Которая, может быть, да, там вообще немного как-то выбирается. Это все можно прочитать в халке конкретно, что он делает. Ну и дальше он, соответственно, берет значение вот в этой точке и вот таким образом. Нам, как правило, в экономике не требуются такие сложные аппроксимации. Во-первых, они намного дольше считаются. То есть за счет линейной, вот мы когда будем писать фото, вы увидите, что с помощью линейной аппроксимации, ну, там, ну, несколько секунд и готовы. Эти могут занимать, там, минуты, да, если много точек. Ну и, кроме того, часто локальные вещи, они более точные, чем глобальные, да, аппроксимации. Ну, вот это такое, нефть даже примером можно сказать. Что, в общем, непонятно, сколько это хороша аппроксимация в данном случае. Вот. Мы, конечно, одно число это писать не будем. Как правило, мы будем писать не одно число, а целый новый вектор, какой-то вектор z, который, значит, будет намного здесь точек, и для каждой из этих точек будет находиться слоя аппроксимация, слоя интерполяция. Вот. Есть какие-нибудь вопросы по поводу нам, как работает это? Ну, можно, давайте, это сделаем. Recycling by doing. Ну, в принципе, можно уже ввести. Ну, ладно. Значит, x это какие-то точки мы выбираем. 1, 2, 3, 4,5. Да, 4,5 это точек, да? Это английский, как его говорят, написанный чисел, поэтому с точкой. И y у нас, не скажешь. 1, 2, 2, 0. Тоже просто ура. Ну, пускай z пока что будет один элемент. И теперь мы хотим найти число y, z, то есть значение y в точке z. И у нас есть полный элемент. И у нас есть полный элемент. Да, спасибо. Полный элемент. Так, полтора. Интерполяция 1. Пишем тут. Где все правильно, в порядке. Пишем тут. Говорим ему выполнить это задание. И смотрим, почему получился ранее линерный элемент. Ну, 25. Похоже. Похоже. Так же там. Вот. Что здесь еще интересно на цвете, там он где? Да, наверное, про линер можно уточнить. Собственно, он, как вы заметили, использует линер как исходную. Если мы ничего ему не сказали, он делает линейную интерполяцию. Если мы сейчас напишем линер, ничего не изменится. Но можно написать более сложные аппроксимации. По-моему, кубик, извиня, я не ошибаюсь. Проверим. Да. Вот. Значение почему-то не изменилось. Ну, да. Не очень интересно. Давайте сплайн. Вот. Вот. Значение нигель в точке Z изменилось. Один в точке 17 стало. Конечно, какой-то другой метод. Ну, я просто... Насколько нам потребуется пример, я сейчас этим буду не хочу обсуждать. Но еще раз напоминаю, что в какой-то момент можете написать до интерполейт 1, где вам будет написать help, где все это сказано. То есть вот, например, здесь написано. Написано, что это записано таким образом. Слово метод. Как раз, кто как-то элементом мы хотим аппроксимировать, то ниже, ниже, вот эти примеры, элементом может быть. Вот. Метод. Метод. Можно нажать на него. какую-то стадную табличку. Какие он может использовать. То есть линейное понятно. Нерост — это когда он просто ищет ближайший элемент. То есть вот у нас полтора. Если у нас тут было бы... Ну, если это симметрично, но если бы так было бы с тобой ближайших, скажем, единицу элемент, брал бы ее значение. То есть вот эти линейные штуки и сплаймы. Тут написано про то, какая, видите, непрерывность требуется. Написано, сколько точек необходимо. Для линейного необходимы всего две точки, а для сплаймы только примерно четыре точки. Он не может его просто посчитать. Так что все это можно потом посмотреть. Хорошо. Это было про интерполяции. И про решение уравнений. Кстати, я не спрашивал, а у вас работает интерполяция? По-моему, уже решение уравнений команда не работает. Проверял перед началом. То есть пока все, что мы делали, все работает, да, все команды? Второе. Второе – это решение уравнений. Уравнений или систему уравнений. Это, конечно, могла бы тоже уметь делать. И команда полезная здесь называется fsolve. Как ее удобно писать? Ну, там есть разные способы, но простейший. Можно писать так. Сейчас пишется собака, дальше идут скобки x или переменные, которые неизвестны. То есть та относительность, на которой мы будем решать. Потому что дальше, ну как, мы в принципе могли написать что-нибудь такое. Ну, a на x2 плюс bx минус c. Мы могли какое-нибудь такое выражение, где a, b и c мы уже определили до этого, какие-то числа. Как понять в этой команде, что мы хотим найти отсюда? Вот таким образом мы должны здесь обязательно показать неизвестную перемену. Вот, значит, как я сказал, дальше пишется какое-то уравнение. И потом ставится запятая, и пишется x0, то есть пишется исходная точка, с которой он начнет поиск решения. То есть наш такой, такая догадка исходная, x0. Вот, ну давай. Да, да, спасибо. Не надо ему писать это, в смысле он предполагает, что то, что мы здесь написали, должно быть равно 0. Переписывается всегда в таком виде. Вот. На самом деле, не обязательно, чтобы это было одно уравнение, это может быть система уравнений. Как это написать? У нас, кроме этого, есть еще x-d. То есть x-d не очень интересно. Ну, пускай будет. Это, конечно, глупая система, но тем не менее. Значит, мы хотим, чтобы и вот это равнялась нулю, и вот это равнялась нулю. Когда мы, как мы это запишем? Мы напишем, поставим здесь точку запятую, да? Короче, сделаем такую матрицу. То есть вектор. Где первый элемент вектора это вот это число, это второй элемент вектора. И тогда он будет думать, что нужно решить так систему, чтобы каждый элемент этого вектора был равен нулю. Вот так. Ну, я здесь перенес, так понятно, что делать не надо это. Вот здесь стоит. Давайте напишем. Ну, продемонстрим, какие слабости есть у этого алгоритма. А, ну, правда, не знаю, у вас с того же перенес. Ладно. Значит, далее мы захотим решить уравнение. xx – это решение уравнения. Ну, очень простое. Скажем, такое. Своё равен плюс 5. 5x плюс 6, да? Ну, все видят, что здесь два корня – это 2 и 3. Давайте попробуем в качестве начального нашего GESA взять 1, исходное решение. Посмотрим, что тут у нас бы было. Вот. И он нашёл корень 2. Это, в принципе, неудивительно, да? Почему? Почему? Потому что как работает эта программа, эта команда, она берет, там, конечно, много сложностей, я отнюдь не степь по этой части. Что он делает? Мы ему говорим исходное значение, он находит значение в этой точке, дальше он прорывает какие-то соседние, видит, что дело идет на уголь, функция идет на уголь, он постепенно по ней снижается, все, он нашел корень, дальше он не идет. Поэтому аналогично ожидать, что он всегда будет находить ближайшее решение из тех, которые мы задали, если их там несколько. То есть, мы пробовали соединиться, мы попробуем идти с пятеркой, вот, видно, что он дал нам другой корень. То есть, эта программа не очень хороша для решения уравнений с несколькими корнями, она ищет ближайший корень, такой локальный метод в отношении. У нас, видите, X наевое, 2,5. Давайте посмотрим. Не хочется вообще решать. Кстати, да, вот такое бывает. Единственное, что он нам пишет, что он нам пишет, что, видите, решение не было найдено. То есть, у нас предприятие в том, что там возникли проблемы. Опять, конкретно, как он это делает, вы можете узнать в хелпе. Ну, то есть, вы понимаете, что при практическом использовании таких задач, использовании этой команды, вероятность такого события равна нулю, что мы станем, выберем 2,5, поскольку мы какие-то совершенно безумные решения. Поэтому, наверное, это как раз конкретно проблема в приложениях MIMO возникает, но это настораживает сами по себе. Хорошо. Да, ну давайте еще напишем на всякий случай, чтобы было понятно, как писать, если бы у нас было бы два уравнения, систему уравнения, да? То есть, это было первое число, первый элемент в векторе, ну, а второе, как пускай, будет X-2, чтобы не было проще. Сделаем единицу. Вот, ранг. Вот, и он нам считал, что это стыкнет одно поле. Понятно, да? А система могут быть с какими переменами? Сколько угодно. То есть, опять, я к таким не сталкивался, но вот, а где-то сколько мне рассказывалось, что он как-то решил. То есть, с двумя переменными решениями? Да. Что он решал за чуть-чуть временную, то есть, межвременного выбора со ста переменными. И она тоже решается. Удивительным образом, убедительно хорошо она решается. То есть, это он умеет. Вот. Ну, кроме FSOC, есть еще и другие команды минимизации, решения вравнений, но они реже. Давайте мы сейчас про оптимизацию. Опять, тут несколько команд в MATLAB есть. Ну, мы начнем с простейшей, с fmin-search. fmin-search. Все в одно слово. То есть, да. Ну, F функция минимум, понятно. Search это F поиск. Дальше то же самое, абсолютно. Определяем неизвестную, то есть, это x. Да, я, может быть, не сказал, что как писать, если у нас было бы много переменок. Не надо писать здесь x, или, это не очень удобно. Лучше написать здесь x, а здесь писать первую неизвестную как x1, вторую как x2 и так далее. Я имею в виду вот так, x1, 1, это первая неизвестная, x2, 1, вторая неизвестная, x3, 1, это третья неизвестная. То есть, это вектор неизвестный. И как он догадается, что мы имеем в виду, вектор или нет? Вот именно для этого существует начальное условие, да, вот это x0, вы скажете ему, что x0 это не единица, на самом деле, скажем, once, то есть, вектор единиц 3 на 1. И он будет знать, что мы ищем трехмерное пространство решения. Так, хорошо, возвращаясь к fmin-search. Значит, написали неизвестную, дальше пишем какую-нибудь функцию. Значит, мы ищем тут минимум. Предположим, что функция x2. Написали функцию, я опять пишу начальное условие x0. Давайте попробуем. xx, fmin-search. Нет, что мы скажем здесь? Вот. Ну, число близко к нулю, да? Мы с вами знаем, ответ правильный, что это 0. Но он не знает, опять, почему он не дошел до нуля. Равно по той же причине, что есть fsol. У нас есть какая-то функция. Вот мы начали с какого-то значения единиц. И снова, да, он оценил функцию. Обычно там метод ньютона используется. То есть он там обычно какие-нибудь три точки берет, смотрит, какая из них минимальная, дальше бросает еще какую-то точку, и он так постепенно идет, спускается, спускается. И когда он видит, что изменение функции, да, ну, мы знаем, что здесь производная равна нулю, когда он видит, что изменение между последними двумя итерациями функции очень-очень маленькое, ну и что, все, хватит, я достиг необходимой точности, дальше можно не идти. Поэтому, вот видите, он остановился там в очень маленьком числе, в ноль он не пошел. Это можно менять. В принципе, можно говорить, менять я имею в виду точность. Можно ему говорить, что он сделал там не меньше тысячи итераций вот таких, можно сказать, что, чтобы он не останавливался, пока вот разница между последними двумя итерациями не будет меньше в каком-то значении. Это все можно настраивать. Дим, а вот предыдущий пункт. А вот не умеет как-нибудь исследовать, сколько все-таки решений? Не знаю. Я скажу честно, я не знаю. Просто в экономических приложениях никогда этого вопроса не возникало. Честно скажу. У меня. Я думал, что в экономических приложениях это тоже вопрос. Значит, ну, скажу так. Я не знаю. Что я знаю? Я знаю, что в ряде кодов, когда пишут экономических, в них сказано, что вот такая-то модель может иметь действительно больше одного решения, и поэтому рекомендуется пробовать разные начальные условия. Раз так, это действительно часто я встречался, в смысле, что видимо, раз они используют разные начальные условия, видимо, хорошего метода встроенного на количество решений. Наверное. Ну, почему кажется, что это интуитивно? Почему мне кажется, что, скорее всего, ничего нет? Потому что, ну как, все методы, как я понимаю, которые известны, они все в этом смысле локальные. Что оптимизация, что поиска решений. Это всегда мы пробуем, пробуем, пробуем. Нам кажется, что мы где-то находим, мы улучшаем, мы продолжаем искать в том же направлении. Поэтому, ну как можно проверить количество решений? Можно просто покидать много точек, но это можно и вручную сделать, это не обязательно команда. А что еще можно сделать? Это так же, как с оптимизацией. Нет команды, которая бы искала бы глобальную оптиму. Она в следующем смысле локальная. То есть, вот мы ей дали единицу, но она, конечно, проверит, какую-то область вокруг единицы. Но если там где-то решение в миллиардах оттуда, то, скорее всего, она его не найдет. Что еще есть? Во-первых, fmaxsearch такой команды нет, поэтому, если мы хотим найти максимум, то надо здесь просто ставить знак минуса. То есть мы минимизируем обратную функцию. Что еще? Еще, по-моему... Давайте проверим я сейчас. По-моему, она еще умела находить их минусующие значения в функции в рядочке. Ну ладно, не так важно. Есть еще другие функции. По-моему, fminbnd есть. Вот это футат называется. Да. Вот. Это, в принципе, считается, что это для экономистов наиболее полезная функция, но не знаю, почему это. Не знаю, просто у меня она редкая. Пока что я ее использовал. Она позволяет производить оптимизацию при заданных ограничениях. То есть fminbnd это bounded. Но проблема в том, что она функция одной переменной. А вот еще какие-то. Ладно. Нам пока этого хватит. Хорошо. Ладно. Есть еще какие-нибудь вопросы по тому, что мы обсудили? Есть один общий вопрос по матлагов. Когда его устанавливаешь, там много модулей предлагается. Нам какие еще нужны? Это я не знаю. Просто, ну, просто, то есть, как вы. У меня как-то в принципе, у него просто есть такое, я устанавливаю. Какое нам установили здесь, я не знаю. А у вас в итоге работало? F-Soults есть, нет? И fminbnd тоже. F-Soults работает. Интересно. Ладно. В общем, этот вопрос, мне кажется, нужно задать Володе, потому что он занимался вопросом того, что здесь установили. Оптимизирующий пакет желательно иметь, скажем так, я знаю. То есть он не ходит в основной пакет, и его желательно иметь. А статистический пакет еще имеется. Вот его, как правило, его тяжелее, мало дороже, его тяжелее установить. Но он желательно, если вы занимаетесь эконометрикой матлаги, да? Вот, тогда это очень много хотят. Потому что смешно. Ну вот мы это всем видим. Давайте я вам покажу. Ну, то есть, матрица. Матрица какая-нибудь А. Можно найти корреляцию между элементами, между строчками матрица А, да? Вот, например. Корреляция между первой строчкой. То есть вот это написано, первая строчка, и все столбцы. Все столбцы это просто двоекочек. И вторую строчку матрица А. Вот так вот. Вот это он умеет находить. Да, сейчас не включил. Но вообще он умеет. С матрица А. Ну ладно, надо посмотреть. Но, в принципе, он это умеет. А вот находить автокорреляцию уже без фактических пакетов не получается. Нет. Одну команду нашел. Наберите вверх. Ну, команда вверх. Вверх? Да. Он там выдаст версию и пакеты. Ну, в планете. Какую очередь? Что нужно написать? Просто V-E-A. По-русски? Нет. В-E-A-R? Да. А у нас один какой-то. В плане соединительной метрик статтулбус. Bioinformatic. Очень полезный. Ну вот, да. Кстати, ну, это действительно очень интересно. Вот optimization. Это полезная вещь, действительно. Я думаю, поэтому, вот то, что я так сказать, потому что там более продвинутый с ограничением. Да, самое здесь есть. Ну, значит, дифференциальное уравнение это как? А что есть еще полезного? Это бы статистик. Параллельное программирование, да? Ты знаешь, что параллельное программирование? Да. Вот. Хорошо. Ну, я реально точно так и не знаю. Я даже этим пока не пользовался, но в какой-то момент приходят взять такие сложные коды, что их считают много-много часов. Да, то есть даже современные компьютеры, которые продвинуты, они срочи считают это очень долго. Поэтому один из элементов это ускорить, это сделать промедленное программирование. Там идея, основная базовая идея, что, вот скажем, вы делаете много-много итерат, много, скажем, циклов, да? А вы могли бы их поручить разным процессорам, чтобы они делали. То есть разделить задание на куски, и каждый процессор делает его по отдельности, а потом все соединяется. Это не всегда можно сделать. То есть очевидно, что если каждая команда из этих связана с другой, да, то есть, что, к сожалению, нужны результаты вот этой команды, так сделать не получится. Но если вы можете переписать свой код так, что они независимы, тогда это супер, потому что, ну, вот, ну, как, знаете, все штуки, я так понимаю, магии, они все придуманы для того, чтобы на них было интересно было играть, да, на них, чтобы там была красивая картинка и прочее. Поэтому безумное количество техникопроцессоров, которые вот эту картинку создают красивую. Но это для нас с вами очень выгодно, потому что мы можем эти процессоры заставить решать наши сами задачи в MATLAB, вот, и это действительно очень сильно повышает скорость. Но это отдельная тема, это, если у вас действительно сложный код. Хотя сейчас в статьях встречаются два слова, потому что, ну, наш код сосчитался месяц на суперкомпутере, не знаю, в MIT, в условиях, в поля, такое тоже бывает. Ладно, давайте 15 минут и перерыв здесь и начнем дальше уже с экономистой.